Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. А на то, чтобы провести ее не в привычной вам студии, а вот так, на улице, практически в центре города, нас вдохновил сегодняшний собеседник Александр Пилипенко. Александр, добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Я думаю, что по мотоциклам, по картинке в кадре многие уже поняли. Говорить будем об официальном открытии мотосезона. Когда это торжественное красивое событие? Это событие произойдет 7 мая в честь 71-й годовщины Великой Победы. Мы собираемся на этой площадке. Затем будет в 12 часов дня. Здесь будет проведено мото-джимхана, так называемая. Будут выступать стандеры. Для кого это непонятно, это на заднем колесе мотоциклисты гоняют. Затем сбор колонны. Мы рассчитываем, что будет достаточно много мотоциклистов. Может быть, 150, может, 200. Хотелось бы 300 быть, чтобы было. И выдвигаемся по Солочинской трассе в сторону поселка Ласковое. Будут производиться конкурсы, выступления андеристов, конкурсы среди мотоциклистов разного типа. Мне нравится ломать стереотипы, потому что мотоциклист в понятии, наверное, современной молодежи, это лихой парень, которому не страшно подрезать, не страшно поворачивать без поворотников. Глядя на вас, естественно, представление совсем другое. Это взрослые, серьезные, солидные люди, у которых хорошая, серьезная работа, у которых есть семьи, и о них нужно думать. Расскажите, кто сегодня представляет мотосообщество в Рязани? На самом деле, все вы верно говорите. Подрезать и делать аварийно опасные ситуации, в наших понятиях, это вообще признак дурного тона. На самом деле, мы делаем все, чтобы этого не было, наоборот. Мы стараемся воспитывать молодежь в нужном русле, потому как давно уже холодная война между мотоциклистами и автомобилистами, и мы хотим, как вы говорите, сломать эти стереотипы. Мы должны взаимно уважать друг друга. А обычное недопонимание на дороге, если простым языком говорить, оно в чем заключается? В том, что не воспринимают двухколесный транспорт серьезно? Да, я думаю, что некоторые не воспринимают серьезно, а некоторые просто не замечают, потому как мотоциклисты обычно двигаются быстрее, и зеркала заднего вида не всегда видны. На самом деле, все автомобилисты знают, что это есть мертвые зоны, и когда тебя обгоняет на приличной скорости мотоцикл, некоторые просто пугаются, некоторые девушки, допустим, могут дернуть руля или что-то такое. Получается, такого рода ситуации, в которых могут и пострадать люди. А чем, например, вы занимаетесь в обычной жизни, кроме того, что разъезжаете на необычном красивом мотоцикле? Работа, хобби, семья. Чем вы живете? Да-да, вот этим и живем. Вот этим и живем. И работа, и хобби, и семья. Но мотоцикл для меня не главное в хобби, у меня еще много других есть интересных занятий. Я, в принципе, за активный образ жизни, вот правильно так сказать. У меня есть другие товарищи, необязательно мотоциклисты. Я, допустим, и в горы лазим. И вообще, если честно, мы даже на велосипедах, вот был у нас случай, мы на велосипеде проехали полторы тысячи километров. Но с тех пор, правда, я не сожжусь. Вы хорошо знаете, что такое дорога. Ну, вообще, да. Дорога. Много путешествуем, очень интересно открывать для себя. Вообще, в принципе, активный образ жизни – это самое основное, что для меня в моей жизни. А насколько многолетняя дружба связывает вас именно с мотоциклом? Очень многолетняя. Честно говоря, еще в детстве я там за то, что один из классов, не помню какой, закончил хорошо там. В общем, мне мама купила мопед «Рига-22», по-моему, я же не помню. Это был подарок для вас? Да, это был подарок. Но это было очень круто. Я там ездил, на мопеде на этом гонял. Потом, естественно, мотоцикл какой-то минский был. Потом какой-то перерыв был определенный, потому как я служил. А на чем приезжают сейчас? Вот в субботу будет мероприятие, давайте больше тогда о нем. Какие типы, какие виды мотоциклов? Вообще, хочется понять, что за шоу ждет рязанцев, чтобы они не пропустили его? Ну, вопрос правильный, конечно. Дело в том, что вот в нашей именно организации, то есть у нас союз мотоциклистов Рязани, у нас мы приветствуем любую мототехнику. Не обязательно это будет маленький скутер или большой роскошный мотоцикл. Мы приветствуем всех. И поэтому будут разноплановые мотоциклы, какие увидят всякие. Это как и эндуро, так и дорожные мотоциклы, и спортивные байки. Будут присутствовать все мотоциклы, и всех мы ждем, и всех приглашаем. А если сравнивать с прошлым годом, успех был? Успех постоянно есть в чем-то, но надо прогрессировать, надо больше, надо развиваться. На одном месте нельзя стоять на одном месте. Мы хотим привлечь не только мотоциклы, мы хотим привлечь людей, которым нравится на квадроциклах ездить, на водных мотоциклах. Это же все пропаганда здорового образа жизни. И только ради этого стоит собираться и обсуждать, знакомиться. Многие люди приезжают со всех с уголовных, с других городов приезжают, приезжают даже с регионов с других. Мы всех рады встретить, мы разговариваем с ними, мы веселимся, мы нарабатываем новые связи. И в дальнейшем это всем на руку, скажем так. Обычно вы общаетесь по именам или у вас есть позывные? Ну, есть и позывные. У вас есть? Да. Могли бы сказать? Да, я лодочник. Интересно, почему? Ну, это... Я раньше в спецподразделениях служил, у меня оттуда просто привязалось. Если прям даваться в корне, там, наверное, не очень интересная история. Но все знают лодочник. Самый банальный вопрос. Вот сегодня повезло с погодой, получилось записать вот это интервью. Если в субботу будет дождь, что-то поменяется? Да нет, ничего не поменяется. У нас, в любом случае, мы имеем запасные варианты. Мы же работаем разносторонне. Не сможем на улице, будем в помещении. Что-то заменим, что-то... Понятно, не будет такого красочного, может быть, вот, знаете, стандарты не смогут выступить. Хотя хотелось бы всем посмотреть. Не все умеют ездить на заднем колесе. Или бы там эндуристы там... Ну, в принципе, будет все равно интересно, как бы то ни было. Рок-группы будут петь не на улице, а будут в помещении. Ну, и конкурсы проведем тоже. Конкурсы не обязательно проводить там. Конечно, хотелось бы хорошую погоду. Но если не повезет, повезет другому. Я очень хотела бы попросить именно вас, как представителя мотосообщества, что-нибудь сказать молодежи. Ребятам, которые, возможно, не собирают свои мотоциклы в гаражах, как люди нашего с вами поколения, но мечтают о том, чтобы купить хороший байк, выехать. А вот что делать дальше, я уверена, многие не знают. Конечно, многие не знают. Многие вот тыкаются в разные места, не знают, куда прибиться, из каких этих... Конечно, надо разыскивать такие организации, как наши. Мы поможем, мы направим нам на нужный путь. Мы расскажем, где как правильно, где подчиниться, где правильно кому обратиться, как... У нас есть целые инструктора, как правильно водить. Поездить сюда, посмотреть в мото-джих, поучаствовать в мото-джин-хан. Потом поучаствовать в конкурсах, в этих, правильное вождение. Обращайтесь к нам. А вот интересно, кстати, родители подростков, бывает, что обращаются, ну, научи, подскажи, что лихачество на дороге, это все-таки немного не об этом. Родители? Многие родители нам... Я знаю многих родителей, которые, допустим, ну, раз уж есть у тебя, допустим, мотоцикл, уже, ну, многие люди такого плана, они как правильно, как правило, ну, уже не отговоришь. То есть он купил мотоцикл, и родителям, ну, ничего не сделать. Многие родители, ну, давай тогда купим тебе хорошую защиту, купим хороший, там, шлем, перчатки. И многие родители, да, ну что, давай тогда запишись в школу вождения, там, к ребятам. Ну, многие обращаются, некоторые родители, да, научите хотя бы. Если уж, как говорят, нельзя предотвратить, да, хотя бы грамотно научить, скажем так. Ну, и давайте в заключении напомним. В субботу во сколько, где, что не пропустить? В субботу в 12 часов... На парковке лента? Да, в поворотах в Борке, именно на Северной окружной дороге. Здесь начало в 12 часов. А в дальнейшем все расскажут, все покажут. Будет весело, приезжайте. Удачи вам в эту субботу. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. До новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова